Загадка швейцарских часов. В 2008 году археологи открыли 400-летнюю китайскую гробницу династии Мин и обнаружили в ней кольцо с циферблатом спереди. Самое поразительное, что с обратной стороны кольца была надпись на английском языке свяйв. Самое поразительное, что с обратной стороны кольца была надпись на английском языке свейс, свейсмейт. Сравнительно современная пометка на товарах, которая означает «сделано в Швейцарии». Находку сразу же отправили на экспертизу, и ее результаты поразили ученых. Часы, стрелки которых остановились на 10 часах 6 минутах, оказались подлинными, часами. Мало того, по серийному номеру исследователи установили, что часы были сделаны в Швейцарии почти век назад. Это открытие привело ученых в растерянность. Как часы могли попасть в гробницу, которая была запечатана и оставалась нетронутой более 400 лет? То есть в 14-16 веках наручных часов еще не было. Швейцарские мастера начали их создавать лишь в конце 17 века. При внимательном просмотре фильма Чарли Чаплина «Цирк» можно заметить женщину, которая входит в кадр, держа маленькое устройство у своего уха. Кажется, будто это мобильный телефон, но фильм снимали в 1928 году. Возможно, женщина держала в руках какое-то другое устройство, например, слуховой аппарат. Но почему тогда смеется и с кем-то говорит, если рядом никого нет? Еще один момент, запечатленный мобильником, датируется 1938 годом. В черно-белый кадр попадает девушка, беседующая по сотовому телефону. На фотографии, датируемой 1941 годом, запечатлен момент открытия Золотого моста в Канаде. И тут же разглядели путешественника во времени. От остальных обывателей, которые можно увидеть на фотографии, его отличала толстовка, футболка, солнцезащитные очки. Все не соответствовало тому стилю одежды, которую носили в то время. Кроме того, у незнакомца разглядели современную портативную камеру, которой точно не могло быть в 40-х годах прошлого века. Рудольф Фенц. Жертва путешествий во времени. Эта история считается одним из самых необычных случаев во время работы Департамента полиции Нью-Йорка. И продолжает привлекать к себе внимание даже самых скептически настроенных исследователей, которые глубоко не веруют в паранормальные явления. В 1876 году Рудольф Фенц пропал без вести, но это еще не вся история. В 1950 году внимание полицейского недалеко от Таймс-сквер в Нью-Йорке привлек мужчина на середине перекрестка. Полицейский подошел к нему, чтобы предложить помощь, но в этот момент свет светофора изменился и движение на перекрестке возобновилось. Испугавшись, мужчина направился к тротуару в направлении приближающихся автомобилей и в суматохе был сбит насмерть в проезжающем такси. Умерший был одет в старомодный костюм 19 века, высокий цилиндр, толстая с вырезом пальто, клетчатые брюки и обувь на пуговицах. В ходе последующего расследования полиция также обнаружила, что в его карманах находится несколько любопытных вещей, старые монеты и банкноты. Ни одна из них не была выпущена позже 1876 года. Их бумага была почти в отличном состоянии. Письмо, отправленное из Филадельфии в июне 1876 года, монеты из латуни номиналом 5 центов и горстка визитных карточек человека по имени Рудольф Фенц, предположительно принадлежавшая покойному. Для полицейских это все показалось странным. Когда полиция начала свое расследование, дело приняло еще более странный поворот. Оказалось, что современные записи не содержат никакой информации о Рудольфе Фенце, и в кардотеке также отсутствовали его отпечатки пальцев. Адрес на визитной карточке приводил полицию к дому на 5-й авеню. Сотрудникам магазина, который находился по адресу, также ничего не было известно о таинственном мужчине. Но поиски не прекращали, и в конце концов полиции удалось отыскать информацию о неком Рудольфе Фенце, который умер за 5 лет до описываемых событий. Далее удалось установить, где проживала вдова умершего. То, что было обнаружено, стало началом глубокой тайны, которая в дальнейшем окутала эту историю. В процессе переписки с вдовой полиции удалось узнать, что человек по имени Рудольф Фенц, дед женщины, пропал без вести при загадочных обстоятельствах несколькими десятилетиями раньше, в возрасте 29 лет. В последний раз его видели, когда он выходил на прогулку, но так после этого никогда и не вернулся. Рассматривая фотографии в старой книге, одна семейная пара обратила внимание на молодого человека, запечатленного в 1917 году в непривычной для того времени одежде, без шляпы и с волосами. Верить в это или нет – дело каждого, но факты есть и с ними не поспоришь.